Я рада вас приветствовать на моём канале. 3 мая, 20 апреля по старому стилю отмечается День Фёдора – Окликание предков. Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают преподобного Феодора Трихина, родившегося в Константинополе. По календарю народному 3 мая отмечают День Фёдора или Окликание предков – Окликание родителей. Это важный траурный день, когда души умерших находятся на грани с миром живых. А потому приметы на 3 мая очень важны. По календарю церковному – это день преподобного Фёдора Трихина. Святой родился в очень богатой семье, но отказался от всех земных благ во имя Господа. Этот день называют Окликание предков, потому что 3 мая грань между нашим миром живых и их миром мёртвых очень тонка. Считается, что мёртвые приходят из-за грани и смотрят на оставшихся в живых родственников. Этот день очень важный, а потому приметы очень почитаются и их нужно придерживаться. По традиции, с самого утра нужно пойти в церковь и помолиться преподобному Фёдору Трихину о душах своих умерших родственников, чтобы он их берёг и дарил им покой после смерти, чтобы душа не маялась и не стремилась вернуться на землю. Потом принято идти на кладбище и там поминать умерших на их могилках. Нужно принести гостинцы и вспомнить всё хорошее, что было в усопших. При этом самая важная миссия у пожилых женщин и старух – они должны первыми заходить на кладбище и начинать голосить особым образом, окликать предков. Приметы на 3 мая говорят, что если сегодня не помянуть добрым словом предков, то они осерчают, разозлятся и попытаются причинить вред тем, кто игнорирует их смерть. А ещё сегодня нужно показать умершим родственникам, что в доме, который они покинули, теперь тишь да гладь, мир и гармония. А потому ссорить, ругаться, брониться сегодня ни в коем случае нельзя. Если нарушить это правило, то предки выйдут из-за грани мира мёртвых и будут являться ссорящемуся человеку, зазывая его к себе, раз ему плохо живётся в мире живых. Получается, что мёртвые ссоры живых воспринимают как их страдания, а потому они пытаются забрать живых к себе, чтобы таким образом уберечь их от страданий и горестей. Если хочешь этого избежать и чтобы покойник не снился, то не повышай голос 3 мая и ни с кем не ссорься. Это очень важно, иначе мертвец будет преследовать до самой Троицы, и за это время действительно может в могилу свести. Существовало на Руси поверье, что в этот день открываются небеса, и души мёртвых могут опуститься на землю, чтобы повидаться со своими родными. Поэтому было принято сегодня посещать могилы родных, над которыми причитали и плакали, а также окликали умерших родственников. Дома 3 мая накрывали богатые столы, должно было быть не менее 12 блюд, чтобы предки, которые обязательно прилетали на ужин, могли поесть и выпить вместе с живыми. Для них даже ставили лишний прибор. 3 мая на Фёдора не планировали важных дел, а также запрещалось назначать свадьбы и крестины, поскольку этот день посвящали только поминовению умерших предков. К тому, кто посмел ослушаться этого запрета, веселился и радовался, приходили беды и несчастья. Рыбакам в эту дату запрещалось закидывать сети и заниматься ловлей рыбы, которая как раз метала икру. Была традиция в день Фёдора ставить на краю селения стол, застеленный белоснежной скатертью, на который клали хлеб с солью и ставили зажжённые церковные свечи. Молились о хорошем урожае и успехах в работе. Затем все должны были обняться. С 3 мая, как правило, у тополей начинают ломаться почки и зацветает облепиха. Это означало, что пришла пора сеять семена огурцов, фасоли и тыквы на рассаду. Немаловажно, какая при этом стояла погода. Если тёплая, сели в открытый грунт, но обязательно укрывали, поскольку до 10 июня ещё могли ударить заморозки. Чтобы предки не беспокоились и из этого мира не показывались, по ним сегодня нужно голосить. Приметы на 3 мая говорят, что если сегодня ссориться и ругаться, то это увидят умершие родственники. И будут они за ссорящимися ходить на тот свет, зазывать до самой троицы. Сегодня нельзя делать никакую работу, иначе покойники осерчают, что их не поминают. Накрывают сегодня пышный и богатый стол, чтобы помянуть усопших. Чем пышнее стол, тем спокойнее покойнику. Тепло в мае ненадёжное. Если начало тёплое, а конец будет холодным. Главная примета, напоминающая, что не изоделать 3 мая, нельзя забывать о своих умерших родных и близких. По вериям наших предков, к тому, кто за сегодня ни разу не вспомнит об ушедших близких, покойные придут в страшном сне и напомнят о себе. Чтобы этого не произошло 3 мая, надо сходить на кладбище и убраться на нём, возложить цветы на могилы. Если нет такой возможности, то нужно помянуть, раздав людям конфеты и печенье. Вечером нужно накрыть сытный стол, чтобы души предков видели, как их ждут и привечают. Рекомендуется в день Фёдора на стол для ужина поставить лишнюю тарелку, в которую нужно положить пару пирожков и стакан с компотом и зажечь свечку. Нельзя 3 мая для застолья использовать старую, пожелтевшую или порванную скатерть. Надо, чтобы она была белоснежной. На неё нужно поставить солонку и положить буханку хлеба. Считалось, что таким образом можно в дом привлечь счастье и благополучие. Не рекомендуется в день Фёдора ходить на рыбалку. Это большой грех, так как у рыбы начинается нерест, её лучше не тревожить. Тот же, кто ослушается запрета, будет наказан, водяную тянет на дно водоёма. 3 мая нельзя класть столовые приборы крест-накрест, поскольку так можно привлечь в дом смерть. Если же так случайно произошло, то нужно тут же прочитать «Отче наш» три раза, перекреститься и положить приборы правильно. В день Фёдора не нужно передавать нитку с иголкой из рук в руки, иначе вскоре услышишь в свой адрес неприятные слова. Лучше иглу воткнуть во что-то, например, ткань, и отдать. 3 мая нельзя доливать тарелку с первым добавку. Считается, что тогда придётся на себя взять чужие проблемы и хлопоты. Лучше поесть, а через некоторое время снова сесть за стол. Не стоит супругам в день Фёдора укрываться разными покрывалами. Если нарушить этот запрет, то в скором будущем муж и жена будут вынуждены разъехаться по какой-то причине. А такая временная разлука может негативно сказаться на их отношениях. По приметам, не стоит ждать хороший урожай, если 3 мая пласт земли сухой. Если в день Фёдора первой вырастет рожь, то год будет на неё богат. Если трава, увы, но рожь не станет плодородить. Громкий первый гром в день Фёдора – примета к урожайному году. Пошёл дождь 3 мая, мёда мало будет. Народе считалось, что рождённые в этот день на первое место ставят семью. Им покровительствуют предки. В день окликания предков проводили на могилах ритуалы и обряды по захоронению болезней, неприятностей и разных бед. Проводили такой обряд, чтобы недуг ушёл. Брали 3 мая полотенце, мочили его в колодезной воде и утирали им заболевшего. Затем шли на могилу, где захоронен человек с таким же именем, как у больного. Выкручивали полотенце над ней и говорили такие слова. Капли с рук ног больного взяты, в землю посеяны. Пусть там болезнь прорастает, а с тела раба Божьего исчезает. Уйдёт в мир иной, не по пути есть со мной. Аминь. Полотенце вешали на старом дереве, трижды плевали через левое плечо, срывали ветку и заметали за собой следы до самого дома. По возвращению больного нужно было умыть проточной водой, которую набирали заранее и ставили у икон. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok